У меня большая просьба соблюдать спокойствие, потому что ситуация на площадке станции спокойная. Насколько она может быть спокойна в той ситуации? Но все люди выполняют свои функции, продуктами обеспечены, нет хлеба, конечно, но в достаточном объеме, но все остальное есть. Обеспечены питанием, на станции работает медицинская служба, всем оказывается необходимая помощь. Как я уже сказал, насколько она может быть спокойной в той ситуации, столько она и есть. Пока мы, к сожалению, не можем организовать ротацию персонала, потому что мы не можем гарантировать безопасность прохода. Все же понимают, что любой маршрут проходит через линию фронта. Сегодня ночью произошло ЧП, с моей точки зрения, пожар на Запорожской атомной станции, самой крупной станции в Европе. Ваше отношение к этому, чем вообще это может угрожать? Насколько я понимаю, если раньше можно было говорить о том, что опасность для Украины, то сейчас это опасность для Европы как минимум. То, что такие объекты должны быть вне зоны боевых действий, ну, это, думаю, никто не ставит под сомнение. Поэтому вот та ситуация, она даже как-то слегка дикая, никто не ожидал, что такое будет. Мы, скажем так, шокированы тоже не менее других, потому что поддерживаем контакты с коллегами. Они сейчас там тоже в таком состоянии. Сначала они нас поддерживали, теперь мы их поддерживаем. Потому что, ну, не буду говорить, но все знают, в каком состоянии сейчас там находятся. Это абсолютно недопустимая вещь. Ну, и, может быть, несколько слов для атомщиков, которые находятся сейчас в Славутич. Просто обращение к ним. Коллеги, держитесь, мы, помним, будем делать все, что можно для вас сделать с нашей стороны. Поэтому мы вас не оставим и постараемся как можно быстрее, чтобы вас вернуть сюда, к вашим семьям. Спасибо. 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 Спасибо.